Не то, чтобы это была какая-то особая надежда, но соединилось как-то сразу несколько линий. И собственная молодость, и все-таки еще вот некоторые раскрепощения послеоттепельное, и вроде бы какой-то приоткрывающийся Запад, и вроде какие-то допущенные свободы. Все-таки 62-й год Солженицына напечатали, да, хотя одновременно посадили Бродского, но все-таки. Вот, тем не менее, значит, ну это не было надеждой, но какой-то вот, какой-то ветер раскрепощения, слабый ветерок все-таки веял над страной, ну и над литературой, естественно. Поэтому вот это была тогдашняя интонация, она была, принадлежала, конечно, самим Стругацким, но и была шире в этом смысле. Это была, ну, если хотите, поколенческая такая что ли интонация. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем? Мы имеем модель, но эта модель, товарищи, хочет, это уже хорошо. Так сказать, эксилент, экс-ви, шармант. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она, он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми это становится. Вот оно сейчас просыпается, оно хочет, и потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это может, совершается диалектический скачок. Цитаты из произведения уже входили в сленг, общение, и можно было, ну, как сказать, находить своих по такому паролю. Идет человек на Стругацкий, значит наш. Вот была такая латмусовая бумажка. И действительно, в общем, практически не ошибались. Так вот вы какие. Чародеи, изобретатели волшебной палочки. Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать. Так, цель. Ларец на седьмом этаже в кабинете директора. Верить в себя. Ну, этого у меня хоть отбавляй. Не видеть препятствий. Чихать я хотел на все препятствия. Первый период творчества Стругацких отличался тем, что они искренне верили в превосходство нашего социалистического общества над капиталистическим. Те же стажёры, где они смеются над какими-то нравами капиталистического общества и поднимают наши. И они верили в это коммунистическое будущее, о котором они писали. Больше того, они очень верили в то, что главное для создания человека, настоящего человека, человека будущего, это воспитание. И вот их Жилин, все их герои, они, в общем, учители жизни. Причём жизни именно, не идеологии. Конечно, очень импонировали эти герои, которые были. Они отличались довольно сильно от других героев литературы. Ну, хотя бы тем, что, наверное, исповедовали какие-то очень простые истины. Это прибор, сказал Корнеев безнадёжно. С ним работают. Этого я не знаю, заявил лоснящийся. Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нём работают. Мы это тоже знаем, тихонько сказал Роман. Эти светлые вещи Стругацких настолько дали эмоциональный запал помогать. Скажем, вот Стана Багровых Туч, кто бы немножко помнит, там, значит, вездеход погиб, вплавился в магму, и поэтому человек, который остался в нём, не может выйти, а люди, которые остались вне вездехода, не могут в него войти, и таким образом идти и другие на грани гибели. Во втором классе я написал продолжение «Как все спаслись» и послал Стругацкому в Пулково, как на деревню дедушки. И когда самое смешное, что письмо дошло, и когда мы с Борисом Натановичем познакомились, когда я уже был у него в семинаре, мы это письмо нашли и очень долго умилялись и веселились по этому поводу. Всё мы здесь, понимаете? Здесь, в зоне. Счастье моё, свобода моё, достоинство, всё здесь. Я ведь перевожусь до таких же, как я, несчастных, замученных. Им не на что больше надеяться. А я могу, понимаете? Я могу им помочь. Никто им помочь не может, а я гнида. Я гнида могу. Я к счастью плакать готов, что могу им помочь. В этом всё. Ничего не хочу больше. Вот с хищными вещами века ведь получилась очень неприятная вещь. Она, как в первые годы работы над фантастикой, наша главная редакция смотрела на фантастику, как на литературу детскую. Поэтому не читала рукописи. Только спрашивала редактора, как вы думаете, всё хорошо? Я, как правило, говорила, да всё хорошо. Рукописи подписывали в производство, потом в печать. И потом она уходила. Так было с трудно быть Богом, так было с далёкой радугой. Но вот когда вышли, вернее, когда хищные вещи века уже были подписаны в печать, и мы уже праздновали выход этой книги, меня вдруг вызвал к себе главный редактор издательства, Валентин Осипович Иосипов. И, потрясая передо мной сверкой, исчерканной красным карандашом, сказал, что же вы меня обманываете, делал регулярно. Вы же говорили, что это хорошая книга. А посмотрите, что тут наделал, что тут нашёл цензор. И действительно, хищные вещи века были исчерканы красным карандашом вдоль и поперёк. Я скажу тебе только одно. Если во имя идеала человеку приходится делать подлость, то цена этому идеалу – дерьмо. Присутствие в тексте такого рода пассажей, как правило, означало смертный приговор книги. Хищные вещи века всё-таки увидели свет, Но произошло это благодаря тому, что родители Беллы Клюевой были дружны с Дмитрием Поликарповым, тогдашним заведующим отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Но даже это высокое покровительство не избавило Стругацких от необходимости написать соответствующее предисловие. В конце концов, взял на себя всю эту чёрную работу Аркадий. Он написал предисловие к хищным вещам века, о том, что это страна дураков, что это капиталистическая страна и так далее и тому подобное. После того, как вышла эта книга, Во-первых, в ЦК ВЛКСМ состоялось заседание бюро ЦК ВЛКСМ и вышло постановление о неблагополучном положении редакции фантастики в издательстве «Молодая гвардия».